Израиль расширяет военную операцию и уже заявила о победах над боевиками Хамас. В частности, накануне армия обороны ликвидировала ответственного за спецоперации группировки. Призывы ООН немедленно объявить гуманитарное перемирие в секторе Газа игнорируется. Число погибших тем временем достигло 10 тысяч человек. Боевики Хамас среди них может и есть, но преобладающее большинство из них гражданские, сообщают международные организации. Город Хань-Юнис в секторе Газа. Местные жители все время с начала конфликта заняты разбором завалов и поисками съестного. Признаются, привыкли, что каждый день может оказаться для них последним. Высказывание израильского министра о том, что надо сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, их не напугало. Они уже уничтожили нас ракетными обстрелами больше, чем ядерной бомбой. Тут уже нечего бомбить, все разрушено. С каждым взрывом погибает 30 или 40 человек, и они все еще угрожают. Раньше они говорили нам выходить из дома до того, как нанесут удар, но каждую ночь я сплю и жду своей смерти. Мой брат был в своем доме со своими 11 детьми, все они погибли. Это не война, это истребление. Ацахал каждый день рапортуют о военных победах над Хамас. Так накануне взяли под контроль их военный лагерь в секторе Газа и ликвидировали ответственного за спецоперации Джамаля Муссу. В ход идет все. Вехота, танки, боевая техника. Главная цель – инфраструктура боевиков в подземных тоннелях. Тот факт, что вместе с хамасовцами гибнут мирные жители, в частности дети, похоже, никого не волнует. Мы усиленно работаем над тем, чтобы конфликт в Газе не привел к эскалации и не распространился дальше, будь то здесь или в других странах региона. Очень важно, чтобы наши усилия по обеспечению гуманитарной паузы могли бы способствовать перспективе освобождения заложников. Это также может способствовать решению других задач, которые мы намерены решить. Говоря о расширении конфликта, Блинкин подчеркнул, что США не допустят открытия второго или третьего фронта против Израиля со стороны Ливана. До сей поры Хизбола хранит молчание, ограничиваясь лишь обстрелами севера Израиля. Что касается Ливана, то мы нанесем удар точно по тому месту, откуда по нам будут произведены атаки. Мы продолжим реагировать и нанесем немедленный удар. Мы хорошо подготовлены на севере как к нападению, так и к обороне. Несмотря на растущую напряженность и международное давление, Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. При этом с начала войны погибли 374 израильских военных. В самом секторе, который бомбят, не переставая без малого месяц, погибли почти 10 тысяч человек. 65% из них – женщины и дети.